Доброе утро, девочки мои! Ой, какая прелесть! Дождь пошёл! Вчера было очень душно, было 37 градусов. И вообще, и ночью даже 25-26. Но вчера вечером дождик должен был пойти. Ну, видимо, его перенесли на сегодня. И сегодня с утра уже дождик пошёл. Сейчас 24-25. И прямо хорошо, свежо, так кайфово. Ой, кто-то говорит, кто-то пишет, вот бы нам бы такую жаркую погоду, как у вас. Девочки, когда засуха, ничего хорошего нет. А кто-то пишет, что не очень хочется идти на работу под дождём. Ну, тоже, когда засуха, когда долго дождя нет, ничего хорошего нет в этом. Всё в свою меру. Ну, у нас в основном жарко, душно, дождь редкий. Редкий гость у нас, поэтому я дождю рада. Кайф! Хотя мне сегодня тоже надо будет выходить из дома. Я, девочки, вышла, знаете, куда? На стрижку. Что-то я в этот раз очень быстро заросла. Ну, потому что попросила подлиннее. В прошлый раз, в последний раз, когда стриблась. А оказалось, видимо, длинновато. Быстро очень заросла. Вот. В этот раз хочу попросить покороче. Так. Погодка хорошенькая, девочки. Мне нравится то, что светит. Не светит солнышко, а наоборот. Облачно. Тепло сейчас. 27 градусов. Ох, пообрубили кусты. 27 градусов на улице классно. И так легенький такой ветерочек обдувает. Какие кусты пообрубали. У нас же там, где у нас тополя все посрезали, посрубили тополя, у нас там пни остались. И эти пни очень сильно заросли прям ветками. Вот, я смотрю, все пни обрубили. Только один пень остался. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Это пенек. Вот дальше пеньки, видите, там посрезали все эти ветки. А тут пенек. И вот это вот тополь полез из земли прямо не по-детски. И такие у нас кустарнички были неплохие, думаю. Хорошенькие кустарнички, хотя с другой стороны зимой от них ничего не останется. Они не выдержат морозов. Но я думаю, весной опять полезут. Ну вот еще один пенек, я смотрю, не обчистили от веток. Так, короче, я, говоря, сейчас дую в банк, сниму денежку наличную. Потом на стрижку, потом в магазин. Погнали. Все, девочки, сняла немножечко денежку. Люблю, когда наличная есть чуть-чуть. Бывает, хочется купить что-нибудь в ларьке. Там, не знаю, палатки на улице. Ой, хорошо, когда не палит солнце на голову. Прямо здорово. Я прямо кайфую иду сейчас. Чуть-чуть пораньше вышла, думаю, чтобы немножко пройтись. Подышать воздухом, пока солнцепека нету такого. А вот как ни крути, ни верти, а лето-то заканчивается, девочки. Тут уже осталось все. Половина, полмесяца и сентябрь. Хотя у нас сентябрь еще жаркий. Очень даже жаркий может быть. Ну, заранее никто ничего не знает, что сейчас с погодой творится. Она без конца меняется. Когда у кого-то заливает, у кого-то засуха. Нет, неравномерное распределение влажности. Вот такие вот. Вот мне нравится, когда солнце не палит. И в то же время не холодно, текло прям хорошо. Временами легкий ветерочек обдувает. А временами вообще не дует. Сейчас совсем не дует. Так, я подхожу к остановке. Я смотрю, палатку там развернули. Молодцы. Кстати говоря, по-моему, я даже знаю продавцов. Сейчас посмотрю, что там у них хорошенькое есть. Все, девочки, приехала я в свой салон. Видите, какое небо облачное. Отдыхает. Глаза отдыхают, голова отдыхает. Все, прибыла я в свой салон. Подстригусь, потом увидите меня. Так, все, девочки, подстриглась я. Покороче сделали мы здесь. Сзади, смотрите, как хорошо. Вот, какая прелесть. Вот, я так и хотела, чтобы здесь вот было вот так. Можно даже, можно вот даже вот так сделать. Вот, классно. А сзади, чтобы дышала. И вот тут вот поснимали чуть-чуть. В общем, все, я довольна. Ну, голову покрашу мне сегодня уже. Ну, может, завтра, послезавтра покрашу. Вот уже всем просто приотличненько. Все, голова дышит. Никуда ничего не лезет. Вот так мне надо запомнить. Как бы не запомнить вот это вот. Надо на темном фоне. На фоне вот так вот снять. Надо, чтобы запомнить. Чтобы запомнить. Чтобы запомнить, как раз. Так. Сейчас. Посмотрим. Вот еще. Поближе. Вот так вот хорошо видно, да? Класс. Это я покрашу. Вот это вот сняли. Все, прекрасно. Главное, запомните теперь эту дистрижку. Нужно вот так вот ее, вот так. Хоть так, как я обычно. Не важно, какая. В общем, класс. Все, погнали домой. Сначала на магазин разойти. Ой, девчата, мне прям нравится моя стрижка. Как хорошо, когда есть мастер, который понимает, что тебе надо. Которому можно довериться и все. Я ей сказала, что я хочу убрать. Она говорит, давай вот сделаем чуть-чуть вот так вот. Я говорю, давай. Давай вот это сделаем. Я говорю, хочу, чтобы тут было, а там ничего, чтобы не мешало. Ух, все. Еду домой. Возле дома заскочу в магазин. Возьму продукты и домой. Я смотрю, до сих пор небо такое же, как и было. Ничего не изменилось. Но дождя нету, это хорошо. Доброе утро, девочки мои. Смотрите, какая прелесть. Думаю, как-то вам доброе утро сказать. А там, смотрю, луна. Круглая, прикруглая. Еще немножко не совсем круглая. В общем, проснулась я что-то сегодня рано. Но я вчера рано и уснула. Сейчас в 5 часов утра. Уже рассветает. Уже рассветает позже. Летом как-то в 5 уже было светло. Ну, классно. Я слышала, листики шелухаются, шелухаются. Оказывается, это просто ветерок. Думала, дождь на улице пошел. Но нету дождя. Все, я выспалась. Пошла я кофе пить. Так, ну что, девочки, кофе я уже попила. Картошечку сварила. Решила я сегодня пожарить. Вот хочу пожарить почему-то. Пила ментай, филе. И не глянула, что оно в глазури. Вообще, в глазури рыбу я так не очень-то люблю. Ну, посмотрим. Я положила мента этот вниз в холодильник на ночь. И сейчас посмотрим, что тут. Ну, он уже подтаял все. Сейчас я все это обмою под краном. Не люблю в глазури, потому что рыба какая-то рыхлая. Ну, посмотрим. Захотелось жареного ментайчика. Так, ментайчик я помыла. Отжала. Как тряпочки такие. Да, да, что-то я в глазури вот как-то, не знаю, раньше брала нормально. А в последнее время уже не очень-то мне в глазури нравится рыба. Ну, она такая, как тряпочки становится. Ну, ладно, ничего. Попробуем. Надеюсь, на вкус рыба как рыба. Все, посолила. Сейчас обмакать в муку и на сковороду. Не хочу на пару рыбу делать. Семгу я люблю на пару. Форель, семга. А ментай лучше, наверное, пожарить. Так. Вот и осталось. Кучка небольшая. Так, пока у меня разогревается сковорода, я просто обваляю муки. Сложу пока. Вообще, как-то вот, я не знаю, я почему перестала брать в глазури, потому что смотришь, а от рыбы потом остается чуть ли не половина. Вроде, кажется, берешь больше. Но я в этот раз взяла, потому что мне просто не хотелось возиться. А я думала, по-быстрому так раз-раз. Иногда бывает, хочется что-то по-быстрому приготовить, чтобы сильно не возиться. При том, что я готовлю по чуть-чуть. Я вот так вот решила взять. Ну, ничего. Я думаю, нормально. Рыба как рыба. Все. Так, картошечку я отварила в мундире. Сделала ее с постным маслом, с лучком. Захотелось картошечки с рыбой, как положено. Морскую рыбу полезнее есть. Хотя, донскую я очень люблю жареную рыбу. Но за ней нужно идти на рынок. Рядышком тут не продают. А это я что-то не планировала, но купила так, чтобы было. И вот пришло время и приготовить. Так. Уже время приближается к завтраку. Ну, завтрак будет где-то через час. Как раз приготовим. Рыбка еще будет горячая, надеюсь. Я ее поем. И с овощами. Все, мои хорошие. Решила начать видео. Думаю, поснимаю чуть-чуть, по чуть-чуть, что я делаю. Так особо ничего делать не планирую, не делаю ничего особенного. Ну, во всяком случае, вот подстриглась. Голову покрасить, не знаю, сегодня или завтра покрашу. Посмотрим, как будет желание. Вчера голову помыли, подстригли. Ну, я не крашу. Вымытые волосы я не крашу обычно. Так. Все. Сваляли. Будем жарить теперь. Так. Ну, вся рыбушка и на одну сковородочку поместилась. А тут у меня картошечка вареная. Ой, вкусно пахнет. Закушать захотелось. Вот такая красота, девочки, у меня получилась. Все. Пошла я кушать. Ну, вот, наконец-то я решила покрасить голову. Девочки, заказала мне дочка краску, салон. Я попросила. Я попросила. 10. Я не знаю. Такой я еще не красилась. Ну, скандинавский блонд. Ну, просто ботаника 10 не было в тот момент, когда она делала заказ. Тут перчаточки. Вот это вот уход. Восстанавливающий флюид после окрашивания с аминокислотами. Шелка. Шелковое окрашивание. В общем, тюбик. Вот это вот разбавлять. В общем, сейчас нанесу. Посмотрим, что из этого потом у меня будет. Ну, вот, девочки, нанесла я вот этот вот скандинавский блонд. Кстати говоря, краску, когда разводила, она еще была как беленькая. Потом смотрю, она посерела. Я думаю, что вот этот, наверное, серый оттенок, это, скорее всего, без желтизны должно быть. Скандинавский блонд, я даже не знаю, что это такое, но, скорее всего, он должен быть белым, но и без желтизны. Я думаю, что серый вот этот вот отлив, ну, не отлив, он как затемняет. Господи, как выразиться так правильно? В общем, удаляет этот желтизну. У меня краска, которая раньше красилась, она вот свежая, когда только покрасишься, вроде бы нормально, белый все. А потом, после нескольких смывок, где-то вот местами на волосах появляется такая легкая желтизна. Вот. Ну, надеюсь, это будет без желтизны. В общем, похожу и смою. Так, пока у меня время есть сейчас, я, наверное, покромсаю капусточку, может быть. Вот. И хочу капусточку я сделать, наверное, с колбаской. Есть у меня колбаска, капусточка, все. В общем, короче, сейчас посмотрю, что я приготовлю. Как говорится, чтобы время даром не терять, хочу уже сразу поделать со своим делом, которые мне нужны. И все. Сделал дело, гулял смело. Вот я, девчата, вам вот это видео прежде чем начинать думала. Начинать, не начинать. Потому что, вот, по сути говоря, такая жара на улице. Кстати, вот 37 градусов сегодня, завтра 38. Вообще, в ближайшие недели ниже 32 не будет. И днем, это вот так жарко днем, а ночью тоже там 25 и даже 27 будет ночью. Вот. Все-таки жара на меня как-то влияет. И поэтому мне особо готовить ничего нового не хочется. Я вот такое что-нибудь готовлю, чтобы по-быстренькому не заморачиваться сильно. И все. Выходить тоже из дома никуда не охота. Выхожу в магазин, быстренько скупила, что надо, и бегом домой. Вот. Поэтому вот такие перерывы у меня сейчас, ну не знаю, еще до конца месяца, еще полмесяца, до конца, хотела сказать, до конца лета, еще полмесяца. И вот ближайшие 10 дней посмотрела прогноз, прохлада еще пока и не ожидается у нас совсем. Поэтому у меня каникулы продолжаются. Снимаю редко, потому что, честно говоря, и не хочется ничего там такого придумывать, никуда идти. И нового готовить ничего не охота. В принципе, одно и то же. я уже столько всего вам снимала, показывала, из того, что я готовлю, куда хожу, там, что, чего. Что я вот, прежде чем начать что-то снимать, я уже думаю, мне кажется, я это уже снимала, мне кажется, я это уже говорила. И получается, что мне как бы нового показать нечего, а то и то же, тоже неинтересно смотреть, мне кажется. В общем, пока жара не спадет, пока не улучшится, пока не появится вот этот бодрячок, знаете, когда свежий воздух, свежесть, вот это вот, не жарко, ничего, я тогда прям бодрее себя чувствую. Ну, так вот и буду до конца лета. Так вот ни о чем. Вот, сейчас пока я с краской хожу, я думаю, что тем временем подготовлю сейчас, хотя, в принципе, я сейчас, наверное, поставлю, допускай жарится, если что, отставлю сковороду, смою, посмотрим сейчас. Так, потому что, уже и кушать что-то хочется. Не знаю, хватит, не хватит. Так, сейчас лучок еще порежу и все. Все, девочки, успела я даже обжарить капусту с луком, посолила, поперчила, лаврушечку кинула, колбаску уже закинула. Сейчас на слабый огонь и закрываю крышкой, пускай протушится. Режим тушения. А я как раз пойду смывать краску. Все успела, молодец. Ну вот, девочки, я уже высушила волосы, уложила. Короче говоря, все закрашивается хорошо, седина закрашивается. Сзади даже, вот, показать вам как-нибудь. Сзади тоже, вот, обычно у меня здесь темный волос, и он плохо закрашивается. Ну, вроде тоже закрасился. Вот, оттенков каких-либо я не вижу. Я, честно говоря, даже вот смотрю, и особо разницы, вообще никакой разницы я не вижу между тем, что я красила ботаника 10.0, либо вот эта краска 10.1. В общем, цвет такой же. Краска хорошенькая, разводится хорошо, наносится хорошо. В общем, все как, все как всегда, все как обычно. Но теперь вы можете стрижку мою дома уже рассмотреть. Видите, как попросила приподнять вот эту шапочку, здесь все убрать, и с ушей тоже укоротить, убрать. Приподнялось вот это все. А мне нравится. Нравится вам как? Как вам? Пишите. Ну, нравится, не нравится? Терпимая красавица. Мне нравится все хорошо, освежили, смотрится очень даже, вполне даже симпатично. Все. Моя тушеная капуста готова. Пойду сейчас кушать, включу телевизор. Кстати, вчера начала смотреть повторно сериал «Грач». Сначала включила, а потом смотрю, что я его видела когда-то. Ну, в принципе, там каждая серия отдельное расследование. Вот я люблю сериалы, когда он детективный и мистический. Ну, там помимо интриги детективной еще и есть элементы мистики. И вот как-то отдыхаю я с такими сериалами, но это наши русские хорошие артисты играют. В общем, короче говоря, девочки, если кто-то может мне подсказать детективный и мистический сериал, подскажите, напишите. Ну, пока «Грач» пересматриваю. В общем, продолжу сегодня просмотр и буду отдыхать. На улице жара, я под сплит-системой за сериальчиком буду кайфовать. Ну, такое небольшое видео я вам сняла. На этом видео заканчиваю. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому нравится. И все. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok